Продолжение следует... Не стреляет. Все вроде бы работает, но не стреляет. Ну и вечером, возвращаясь с работы, я заехал к своему другу. Он мне его передал. Вкратце объяснил, в чем проблема. Проблема первая. Проскакивает спусковой крючок. То есть, вот сейчас теоретически должен происходить выстрел при самовзводе. Вот так. Но не происходит. Происходит через раз, через два, через три. И, собственно, что мы видим? Проблема вторая и основная. Этот спусковой крючок говорит еще полбеды, что он проскакивает. Да, к нему можно приноровиться. Проблема вторая. Как бы пистолет заряжен, а выстрела, собственно, не происходит. Хотя, если честно, этот спусковой крючок, который проскакивает, меня бы уже вывел из себя. Вот. Ну, приехал я домой. Для того, чтобы выяснить, почему именно пистолет не стреляет, даже разбирать его не пришлось. Достаточно было заглянуть вот сюда. И увидеть, что здесь напрочь отсутствует ударник или боек. Честно говоря, для меня явилась большой загадкой, каким образом можно умудриться его потерять. Да, то есть, при разборке забыть какую-то деталь, что я ее оттуда вынимал, а потом забыл поставить. Ну, не знаю, нечаянно потерять, еще более невероятно. Но не суть. Смысл в том, что его здесь нет. Вот. А для того, чтобы выяснить, что произошло с вот этим, наверное, нам нужно его все-таки немножечко подразобрать. Посмотреть, да? Вот. Не составляет большого труда. Поглядим, что здесь не так. Вот оно. Рычаг взвода, он же рычаг спуска, да? Вот он здесь гуляет. То есть, при взведенном пистолете выстрел происходит, как полагается. При самовзводе... Ага. Через... Ага. Не цепляет. Ну что ж. Тут, наверное, так, насколько не решишь, нужно бы посерьезнее разобрать пистоль. Сейчас попробую изменить ракурс, дабы было получше видно. Ну что ж. Ракурс я поменял. Надеюсь, так будет видно лучше. Ну, собственно, приступим. Ну, для начала Отсоединим магазин. Снимем эту пружину, чтобы не мешало. Так, для того, чтобы добраться до ударного спускового механизма, он здесь внутри скрыт, нужно снять накладку рукоятки. Она крепится винтом под обыкновенную прямую отвертку. Собственно, вот так и снимается. Этап второй. Нужно снять боевую пружину. Вот она. Идет вот сюда. Ну, собственно, упирается в курок. Для того, чтобы ее снять, ее фиксирует вот эта плашечка. Не знаю, как она правильно называется. Ну, в общем, она ее фиксирует. Для того, чтобы ее снять отсюда, плашку эту нужно потянуть той же отверткой вниз. Вот так. Тогда она выходит из зацепов своих. Вот. Вот. И, собственно, можно вытащить и боевую пружину. Идем далее. Как снимается курок. Для того, чтобы снять курок, его фиксирует шептало. Вот оно. А шептало подпружинена пружиночкой небольшой, которая зацеплена за затворную задержку. Вот эта пружиночка. Значит, сначала нужно сначала нужно снять пружиночку с затворной задержки. Просто подцепить ее вот отсюда. Не совсем удобно делать это на камеру. все. Значит, шептал отсюда. Элементарно теперь можно вытащить вместе с затворной задержкой. Вот. Теперь повернуть вот так курок. Тоже его отсюда вытащить. И, собственно, дальше мы имеем спусковой крючок. И самая главная деталь, которая нам нужна, чтобы рассмотреть. Это тяга, спусковая тяга с рычагом взвода. Собственно, вот она. Это спусковая тяга, которая передает движение спускового крючка. А вот рычаг взвода, который используется для самого взвода. Вот. И как я предполагал, вся проблема именно в нем. Да, мы видели, что там небольшая проблемочка возникла. И в чем, собственно, эта проблема? Проблема это в том, что вот этот рычаг взвода должен на спусковой тяге двигаться только лишь вот так. А он здесь разболтан и двигается еще и вот так. Вот. Из-за этого, из-за того, что он гуляет вот так вот в этом направлении, в неподобающем ему. Время от времени проскакивает просто через упоры на курке. Вот. То есть, ну, как бы, шептал он все равно так или иначе поднимает, курок срывается из боевого взвода. Теоретически должен происходить выстрел. А вот на самовзвод его уже не хватает. Значит, как это можно лечить? Вот этот вот рычаг взвода закреплен на спусковой тяге как расклепан. На таком штифтике этот штифтик расклепан. Значит, можно вообще, как по мне, желательно приобрести новую спусковую тягу с рычагом взвода. Это, в принципе, недорого. Вот. А можно, в принципе, ударить вот сюда, как попробовать его раскирнить. Хотя, если честно, я бы на это особо не полагался, потому что, предполагаю, выстрелов через 50, все опять станет на свои места, оно опять разболтается, и опять возникнут те же самые проблемы. Вот. Из-за чего это возникло? Скорее всего, я так предполагаю, что нерадивый хозяин очень сильно и часто нажимал на спусковый крючок, когда пистолет находился на предохранитель. То есть, фактически, движение спусковой тяги и рычага взвода передавалось на курок, который в это время был заперт. То есть, фактически, на кусок железяки. И вот из-за этого оно здесь и разболталось. Ну, что ж, в принципе, диагностика уже произведена. Я выяснил, почему пистолет не стреляет. Вот. Я выяснил, почему проскакивает спусковой крючок. Честно говоря, всю дорогу мне казалось, что пистолет вообще неубиваемый, потому как когда-то кто-то выразился в каком-то литературном произведении несколько грамотно скрепленных между собой железяк. Вот. Это как раз тот случай. Несколько грамотно скрепленных между собой железяк. У меня он самого точно такой же. Я его пользуюсь лет 7 уже. Ну, кроме как замены уплотнительных резиновых колец в магазине. Ну, они изнашиваются. Никакого профилактического ремонта он не требовал. Ну, а этот, видимо, попал к такому хозяину. Ну, что ж, в принципе, на этом можно пока заканчивать. Созвониться с другом, с товарищем. Рассказать, в чем соль. Примерно рассказать, сколько это будет стоить. Ну, я-то сам зарабатывать на этом не буду, просто ударник и, если он захочет, конечно, спусковую тягу придется покупать. Вот, а я пока посижу в паутине, посмотрю, где это все можно приобрести. Собственно, я сейчас с вами не прощаюсь. Для вас это, скорее всего, будет небольшая пауза. Вот, когда же я выясню, что и как, и где, и почему. Я снова с вами. Пистолет я уже успел собрать. Переговорили мы с владельцем. Девайса, в общем, спусковую тягу он менять пока не захотел. Говорит, да потом, потом. Ну, в принципе, выбор его. Дело такое. Ну, а ударник, конечно, придется все-таки приобрести и поставить, потому как без него пистолет. Если с этой спусковой тягой он хоть худо-бедно, хоть как-то стреляет, без ударника он не стреляет вообще никак. Ну, что ж, в принципе, пошуршал я немного в интернете. Нашел несколько мест, где продаются ударники к пистолету МР-654К. Ну, так как время уже позднее, позднее, смысл озвонить в магазин нету, там все равно никто не ответит. На днях созвонюсь с магазином, сделаю заказ, вот, а когда придет ударник, досниму видео, установлю, ну, соответственно, установлю его, досниму видео, потом смонтирую, вы, собственно, увидите уже окончательный вариант, смонтированный, и видео будет полным. Ну, что ж, для вас это опять будет небольшой паузой. Приехал заказанный боек, теперь ему нужно остановить на полагающееся ему место. Удерживается он здесь благодаря предохранителям, поэтому его нужно снять. Снимается он элементарно, движением вверх. теперь устанавливаем на место обаёк вот этой проточкой в сторону флажка предохранителя. и ставим на место предохранителя. баёк на месте предохранителя работает. собираем пистолет. Спусковую тягу хозяин пистолета так и не соблазнился купить. Ну, что ж, это уже его выбор. пистолет работает. Спасибо за внимание.